Мочевина для клубники. Чтобы получить отличный урожай, садоводами используется мочевина для клубники в качестве удобрения. Для динамичного роста каждого растения нужен азот, им насыщена мочевина. Ее просто развести в жидкости, одновременно с этим удобряя клубнику, кусты в короткие сроки получают требуемые элементы для развития. Однако не нужно превышать дозировку, т.к. ягоды тогда будут маленькими. Требуется выполнять все правила, чтобы получить достойный урожай. Карбамид в качестве удобрения. Мочевина является соединением конечных продуктов разложения белков. Первый раз ее получили в XVIII веке, как продукт искусственного соединения органики. Удобрение представлено в виде гранул белого или прозрачного оттенка, содержащих в своем составе 46% азота. Из-за естественного истощения грунта, на котором произрастает культура, мочевина удобрение применение на огороде для клубники очень необходимо для стимулирования роста и получения плодов. Клубника вещество хорошо растворяется в жидкости, что очень упрощает процедуру подкармливания. Мочевина, как удобрение, применение для клубники используется двумя способами – корневым. Землю около куста рыхлят и поливают раствором карбамида. Внекорневым. Клубничный кустик опрыскивают опрыскивателем тем же составом. В первом приеме мочевина проникает в почву и насыщает ее азотом на очень продолжительное время, ягода вбирает в себя его необходимое число через корни. Одновременно с этим передозировка не вредит культуре. Это связано с тем, что растворенный в воде карбамид переходит из амидной формы в нитратную в течение продолжительного времени. Карбамид в качестве удобрения второй прием наиболее скоростной – т.к. Азот проникает в растение одновременно с влагой через значительную площадь листвы и стебельков. Опрыскивать ягоду необходимо ранним утром или вечером, чтобы предотвратить испарение капелек жидкости, находящихся на клубнике. Применение карбамида. Подкармливая какое-либо растение карбамидом, в частности, клубнику, основное, не превысить дозу, иначе ягоды будут без вкуса и водянистые. Однако, если не производить подкормку вовсе, то ягодки будут небольшими. Поэтому подкармливать культуру нужно, главное – выполнять все требования. Подкормку культуры проводят трижды за сезон, весной. Как только растает снег, и растение приготовится к росту, требуется удобрить его мочевиной. После сбора урожая. Удобрить нужно, чтобы культура хорошо перенесла зиму, лучшее время – август. Осенью. Чтобы получить хороший урожай в последующий сезон, внесение удобрений осенью просто необходимо. Профессиональные садоводы-огородники отмечают, что подкормка клубники весной мочевиной производится только внекорневым приемом, это служит гарантом прекрасного урожая. Как разводить мочевину для данной подкормки клубники? Приготовление – для этого необходимо соблюдать пропорцию – в паре литрах воды. Растворить большую ложку удобрения. Полученным составом производят опрыскивание. Подкормка клубники мочевиной. Внешний вид клубники подскажет садоводу, каких веществ не хватает ей для развития и плодоношения. Если полезных веществ клубники недостаточно, то, у нее желтеет листва, маленькие ягодки, тоненькие стебельки. Поэтому внесение вовремя удобрений является важным этапом в выращивании культуры. Непосредственно мочевина дает клубнике все необходимые ей вещества. Этапы удобрения культуры. Сначала удобрения для культуры добавляют сразу, как только растаял снег. Весной вносить удобрения под клубнику нужно после того, как угроза морозов миновала. В противном случае растение может пропасть. Мочевина. Как правильно подкормить клубнику мочевиной весной, сначала необходимо убрать в саду всю листву, которая осталась с прошлого сезона. В это же время требуется тщательно посмотреть каждый кустик и убрать отмершие отростки. Чтобы подкормка принесла пользу растению, требуется развести в 10 литрах жидкости две большие ложки мочевины и одной-второй ложки полить каждый кустик. Весной подкормку проводят один раз. Помня про эти нехитрые правила, можно обеспечить клубнику всеми требуемыми ей для пробуждения веществами. Важно! Корневой прием внесения удобрений во время цветения не применяют. Второй раз удобряют культуру после сбора ягод. Процедура подкормки идентична первому случаю. Данная процедура является важной. Т.к. Она позволяет получить прекрасный урожай в следующем сезоне. В третий раз удобряют культуру уже осенью. Дозировка следующая, на 10 литров воды 3 больших ложки карбамида. Полить необходимо по половине литра под каждый кустик, это даст растению все требуемые ему элементы, чтобы пережить зиму. Выполнив подкормку растения в осенний период, можно быть уверенным в том, что ягода отлично перезимует. Приготовление удобрения как грамотно применять карбамид. Мочевина очень полезна для всех культур, будь то земляника, горох или клубника. Она стимулирует динамичное созревание ягод и рост культур. Стоит мочевина недорого, из-за этого она очень распространена среди садоводов. В магазинах чаще всего предлагают гранулированную мочевину, это снизит риск передозировки при разведении состава. В осеннее время землю на участке необходимо вскапывать, это позволит правильно распределить удобрения по земле. Мочевину допускается применять в комплексе с другими удобрениями, золой, марганцовкой, йодом, борной кислотой. Выяснить, чего не хватает культуре, можно по ее внешнему виду если ягоду высадили на новое место, то допускается дополнительно подкормить ее навозом. Эта подкормка очень результативна осенью или весной. Однако необходимо помнить, что передозировка навозом может привести к тому, что культура сгорит. Ягоду требуется удобрить также перегноем, его раскладывают в междурядье. На заметку. Мочевина имеет свойство изменять кислотность грунта. При значительном количестве кислоты в составе земли удобрения не будет его менять. Однако, если кислот в грунте недостаточно, то карбамид увеличит их количественный состав. В случае, если менять число кислоты в составе грунта не нужно, то можно в удобрение добавить измельченный известняк. Оно нейтрализует процедуру окисления грунта. Вырастить такую культуру, как клубника, на своем приусадебном участке несложно, нужно лишь соблюдать все вышеперечисленные правила. Тогда высокий урожай гарантирован. Карбамид не является вредным удобрением, нежели другие, содержащие сульфаты, поэтому его чаще других применяют на огородах дачники.